Ищешь идеальный 24-дюймовый игровой монитор и все, твои поиски окончены. Я называю идеальным этот LG. У монитора абсолютно непроизносимая модель, поэтому, ребят, почитайте ее в описании лучше. Я расскажу о том, что я его считаю сейчас лучшим монитором, который можно взять сейчас для киберспорта прямо дома. Однако у него все-таки есть один момент, о котором я расскажу только в конце обзора. Я не хочу делать вам спойлеры. Качество картинки этого монитора можно описать одной ситуацией. Буквально только что, подготавливаясь к съемкам, я на полном серьезе искал, что же здесь за матрица, потому что думал здесь IPS с откликом 1 мс, которых практически, ну, их вообще не существует. Потому что углы обзора офигительные просто, 180 градусов, картинка шикарная, отличнейшие цвета. И только потом я узнаю, что это все-таки ТНК с абсолютно идеально черным цветом, без единого светлого засвета и при этом с практически идеальной белой подсветкой. Как такое делает LG, я не могу объяснить. Черный цвет на этом мониторе самый черный среди всех ТН-ок, которые я только видел. Вот прям капец какой черный. А у меня сейчас стоит почти максимальная яркость подсветки. Обычно я выставляю на 90%. Здесь подсветка сразу на 350 кандал на метр квадратный. И этого очень много для 24-дюймового монитора, особенно если для двумяшнего использования. Сейчас вот при ярком свете картинка абсолютно читаема. Для того, чтобы лучше чувствовался черный цвет, я поставлю даже другую картинку прямо сейчас, где вот прекраснейшая картинка. Ну вообще ни одного пересвета не видно. Ни одного. Ко всему же здесь покрытие sRGB пространства больше 100%. Главное, для чего сделан этот монитор, это очевидно игрой. И здесь есть режим 1-миллисекундного отклика. Однако я столкнулся с таким вот делом. Когда я включаю этот режим, происходит падение контраста картинки, падение подсветки. Поднять ее нельзя теперь. И еле заметный строп, который на камеру заметнее и значительно сильнее. Поэтому я этот режим выключил и его просто не трогал. Однако мне все-таки пришлось вручную настроить качество картинки. Вот такие настройки у меня здесь стоят. И регулировка цвета у меня стоит 50% красного, 48% зеленого и 48% синего. Все. Теперь-то я начал на самом деле кайфовать. Потому что здесь самое настоящее 144 Гц. Нет никаких смазов в играх, во что я только не играл. Destiny, Overwatch, даже в Counter-Strike немного поиграл, тряхнул стариной. И вообще ноль каких-либо проблем. А еще и повторюсь, за счет того, что здесь равномерная подсветка без пересветов, у тебя складывается впечатление прям какого-то мега качества картинки. Меню внизу наполовину бесполезное. Вот эти вот три левые клавиши включают разные игровые режимы, которые, как по мне, абсолютно бестолковые. Однако самый класс – это две правые кнопки. Во-первых, вот эта кнопка включения пользовательского режима отображения картинки. То есть то, что я для себя настроил. Вторая кнопка – тоже пользовательский режим, но заточенный под игру, которую вы тоже можете для себя настроить. Стандартно здесь картинка становится светлее, здесь больше яркости, больше контрастности, больше резкость каждого предмета становится. И вытягиваются темные участки. Мне такой режим не очень приятен, потому что я не так играю в Counter-Strike, как в какие-то онлайн игры и в сюжетки. Поэтому чаще всего у меня был включен именно простой пользовательский режим. У монитора есть FreeSync и, очевидно, нет G-Sync. Однако это не мешает показывать ему отличнейшую картинку и мне настолько раковать, выпрыгивая перед АВП. Вот это, конечно, победа. Но я лично не люблю ни G-Sync, ни FreeSync. Всегда вырубаю эти все вертикальные и горизонтальные синхронизации, потому что они начинают резать частоту кадров монитора, которые он мне может выдавать. Конечно, монитор вам не дает прямых рук, типа как у меня. Я в Counter-Strike особо уже в последнее время не играю, поднадоело мне, да и в PUBG больше хочется бегать. Но суть и не меняет. Монитор-то вообще прекрасен. Я вот сейчас лично понимаю, что меня ничего не ограничивает в игре, но вот только моя криворукость. И на этом все. Ну и отсутствие тактики на новом Дасте. Оп. Вот и все. Наигрался парень. Монитор особо не поворачивается. Есть какой-то простенький поворотный механизм в самом низу, однако все равно ты слышишь, как он шкребется об стол. Однако, однако, опускается супернизко, поднимается очень высоко и легко. Мне нравится чувство вот этого вот механизма. Как-то вот он какой-то очень легенький и приятный. Сумасшедшие углы наклона. Просто абсолютно сумасшедшие. Не знаю, в таком режиме, наверное, стоя можно работать. А если поднять монитор в самый верх и наклонить его вниз, то еще и можно работать как-то сидя из-под низу. Я не знаю, кому-то удобно так или нет. Ко всему же есть возможность развернуть его на 90 градусов вот так. Некоторым это полезно, однако, лично я не встречал в своей практике, чтобы это было как-то классно и офигенно. Вот эта вот огромная площадь мне и нравится, и нет. Не нравится то, что она занимает много места, хотя с другой стороны сюда можно положить телефон и будешь видеть все прилетающие удымления. Внизу вот этого подбородка находится джойстик для управления в менюшке. Есть меню игр, очень быстрый выбор чисто игровых каких-то характеристик, все прикольно, а за счет джойстика очень быстро происходит навигация по каждому из пунктов. Само меню простое, как угол дома. Проблем никаких не будет, и можно будет часто перенастраивать себе монитор как угодно. Хотя зачем это делать, непонятно. Как по мне, один раз настроил и забыл его. С разъемами здесь потрясающе, сразу два разъема USB 3.0 и выход для наушников. И обратите внимание на этот дизайн, вполне себе свежо. С другой стороны, то есть снизу у нас очень много разъемов для входа сигнала. Сразу два HDMI, один дисплейпорт и вверху USB концентратор, а в самом низу у нас кабель питания самого монитора. И блок питания здесь встроенный, он немножко добавляет размера самому монитору, как и веса, но температура от этого не повышается и никаких перегревов нет. У монитора есть все-таки два момента, о которых хочется вам рассказать заранее, чтобы вы были готовы. Во-первых, если закрыть вот эту вот надпись LG, вы его не узнаете никак. Нет какого-то своего узнаваемого игрового дизайна, который есть, например, у конкурентов. Хотя, с другой стороны, кому-то может быть даже это понравится, такой старый, добротный, угловатый монитор. Второй недостаток – это его цена. Да, я признаю, это пока лучший игровой монитор, который был у меня на тестировании в плане картинки. Здесь ТНК, от которого у тебя полнейшее впечатление IPS-матрицы. Но при этом монитор стоит на 3000 дороже, чем его конкуренты с более простой картинкой, у которых есть не идеальный черный цвет, у которых где-то какие-то пересветы, да и глубина цветов не такая, как здесь. Если вы хотите взять себе идеальный киберспортивный монитор, это ваш выбор. Если вы диванной аналитики и для вас важно соотношение цены и характеристик, то это уже, к сожалению, не ваш выбор. Монитор мне понравился. Он в целом из бюджетного сегмента недорогих мониторов, 24 дюйма, Full HD матрица. Однако есть конкуренты, которые все-таки стоят значительно доступнее. Цену этого монитора можете посмотреть по ссылке в описании. Там же и отзывы, плюс характеристики, которых я мог не вспомнить в этом видео. А меня зовут Просто Руди и увидимся с вами в следующих наших обзорах. Прожимайте лайки, нажимайте на подписку. До встречи, алипидерчи и пока!